Сегодня тема пищевая аллергия. Начнем с того, что как я смотрю на аллергию в общем. Аллергия является всегда психосоматикой, это иммунная реакция. И если она слишком сильно выражена, это значит там точно присутствует вдруг какой-то конфликт, который вы, может быть, не всегда замечаете. Я могу разговаривать с аллергией, поэтому лечением является не медикаментозный подход, психологический. И если вам необходимы медикаменты любые, чтобы немножко успокоить ваши симптомы, конечно их необходимо принимать. Каждый человек, который ко мне приходит, он всегда приходит с вопросом, а почему эта аллергия случилась. То есть она случается и вопрос случается не потому, что человеку нечего делать, а потому что каждый из нас хочет чувствовать себя в безопасности и не хочет, чтобы аллергия в следующий раз случилась каким-то внезапным образом. Но такова аллергия, что она действительно включается внезапно, это связано с некими конфликтами. И вот мы сегодня об этом поговорим. Сегодня мы рассмотрим в принципе 4 вида аллергии. На молоко, мясо-молочные продукты, на фрукты и на орехи. Я хотела включить еще про глютен. Про глютен я скажу только вскользь, прямо с него начну. Значит глютен несколько, наверное уже 10-20 лет назад или 15 лет назад скорее всего, он был очень большой темой. Вдруг обнаружилось, что например дети с аутистическим спектром, они страдают именно от глютеновой аллергии. Так это или иначе я не буду говорить, потому что действительно в тот момент я очень много этого читала и даже работала с такими детьми. И со взрослыми делала классы здоровой еды, исключила глютен, заменила его, сделала вкусную такую диету. Глютен и казеин, молекулы, которые одна например в молоке, а вторая в хлебных изделиях, они некоторым образом похожи. Как они похожи? Вот сейчас важно знать один из механизмов аллергии. На наших клеточках есть маленькие, скажем, условно пупырышки, они называются эпитопы. Эпитоп или какой-то сенсорная какая-то клетка, на которую реагирует иммунная система, к которой прикрепляется иммуноглобулин. Назовем его маленький пупырышек на клетке, на клетке тела, на клетке фрукта, на чем угодно. То есть таким образом вещество, ткань, со, разговаривает с иммунной системой. То есть это и гуморальный иммунитет, и хемотаксис. То есть там есть разные компоненты, которые позволяют обмениваться информацией. И вот когда какой-то глобулин, иммуноглобулин видит эту клеточку, он соединяется, и происходит какой-то комплекс иммуноглобулиновый мозг. Это мозг замечает все события, которые в этот момент происходят. И вот поэтому когнитивная сторона, это когда всегда есть какой-то конфликт внутренний. И поскольку страх и глаза велики, мы не всегда замечаем, в чем же заключается этот конфликт. На самом деле этот конфликт может быть какой-то нам даже очевидный, но он очень быстро может забыться. Поэтому мы забываем, наша память помнит, какие есть причины наших аллергий конкретных. Поэтому это в общем-то индивидуальная работа очень полезна. Но есть очень много общего. И вот когда козеин и глютен, ну то есть это не глютен, а клейковина, в общем-то, да. Это то, что действительно клейковина, на клейковине замешивался раньше клей. Это то, что плохо переваривается. Козеин, например, он доставляет такую вязкость, например, сыру. То есть это две молекулы, которые действительно тяжело перевариваются. В принципе, они не очень-то натуральные для нас, но так получилось, что в нашей диете они присутствуют в большом количестве, потому что мы очень, как бы, нас на это буквально подсадили. Вот. И, кстати, вот в этой всей проблеме с глютеном там очень просматривается идея, что глютен создает психологические, даже не психологические, а психические заболевания. Речь сейчас идет не о том, чтобы исключить какие-то продукты, а прежде всего о том, чтобы понять свою историю своей аллергии. Про один случай, где возникла такая сенситизация. Там девушка поехала с родителями на море. И это было такое там, была такая сырая погода, они жили в палатках. И вот ночью у нее начался астматический компонент, которого у нее в жизни никогда не было. И через несколько таких ночей они решили посадить девушку в поезд, и чтобы она поехала домой. По дороге ей купили, нечего было купить, тогда был Советский Союз, еще нечего было купить. Купили заварные пирожные, причем целых шесть штук. То есть нужно было ехать где-то сутки, но вот решили, что, может быть, ее кто-то накормит в этом купе, а она будет отдавать эти пирожные. Но как бы она стеснялась, и никто ничего не предлагал. В общем, она съела одно-два пирожные, и остальные уже никуда не полезли. В принципе, она не была сладкоежкой никогда, но вот приехала домой, и вот это вот ощущение вот этой сладости и вот этого теста, вот оно как бы вызвало такую приторность. И вот эта приторность, вот это новая ассоциация. То есть что делает тело? Оно смотрит на какой-то продукт, что этот продукт несколько раздражающий. Все, что нас раздражает, у нас есть, например, рвотная реакция, или мы что-то выкашливаем, или вычихиваем, или начинают чесаться глаза, потому что наша слизистая пытается от чего-то избавиться. То есть все это дело в слизистой. И это касается не только продуктов и молекул, это касается даже людей. Поэтому аллергия – это действительно эмоциональная такая вещь, в которой можно проследить самого человека. И чем занята когнитивная терапия, это как раз поведенческий. Человек вот в этой болезни показывает себя, с чем он поведенчески не справляется, или справляется таким образом, что ему больше становится невыгодно. Например, про ананас девушка говорила, он меня предал. То есть она может видеть, что люди вокруг нее часто предают. Когда девушка приехала домой, у нее возникла вот такая сенситизация или сенсибилизация к молекулам глютена, очевидно, к молекулам сахара. И получилось так, что уже далеко потом, уже через много-много лет, у нее как раз возникла вот эта проблема с фруктами. То есть она начала чувствовать, что фрукты стали слишком сладкими, и постепенно оно превратилось в аллергию. То есть о чем здесь речь? Я могу просмотреть, что сыграло в этом все, в этой всей цепочке. Не просто какой-то смешной, буквально анекдотический факт, что, блин, ну когда это уже все случилось, ну у тела есть же очень много инструментов, чтобы отфильтровать все, что не нужно, включая вот эти вот иммуноглобулин, антигеновый комплекс. Вот. Но тем не менее у нас есть и клеточная память, которая запоминает, как я уже сказала, именно для того, чтобы, а вдруг что-то случится, а вдруг к нам что-то попадет, и аллергия это совершенно нормальная такая детская реакция.